КОНЕЦ Давайте сначала начнем. Добрый день. Значит, начнем с совещания. По протоколу сначала пройдем, потом все возникшие вопросы обсудим. По первому пункту встречи службы эксплуатации «Армогрупп» и ПТО, так скажем, начались по двум системам. Я так поняла, что обсуждения были вчера. Я считаю, что они должны продолжиться. Поэтому все-таки ждем расписания, так сказать, проведения этих встреч и ревизии оборудования. Дайте протокол, Алексей Валентинович. Есть. Посмотрите. Читали, нет? Да, да. По все-таки нет. Значит, вот эта работа должна быть продолжена, потому что только на базе этого нужно будет рассуждать о том, что какие недоделки у вас есть, если они есть, какие работы нужно завершать за счет запасчика, а какие за счет эксплуатации. То есть задача, как понятная всем, о том, что в системе инженерной бункера нужно вводить в эксплуатацию. Поэтому по первому пункту мы оставляем, значит, этот пункт, как он в том виде, какой есть. Единственное, что давайте срок назначим. У меня предложение такое. В армию группы... Может быть, не все участники в курсе совещания. Все дело в том, что... Всю эту неделю армагруппы совместной со службой эксплуатации отработать занималась. Более того, есть результаты, мы можем доложить участникам этого процесса. И тогда я думаю, что этот пункт можно будет снять. Хорошо, давайте послушаем, потому что я не бежу обсуждать. О, нормально. Андрей, вот сидим, обсуждаем вопрос. Кто-нибудь в каком-нибудь виде оформил бумажно то, что вы сделали? Есть какой-то совместный акт подписанной эксплуатации? Ярно проверили, посмотрели. Такие-то системы еще не подписывали, только знакомились. А, ну так вообще-то взяли бы и ознакомили ПТО с этим актом? Ну, вообще-то говорили, всем до 15 июня будут результаты. Вы со мной согласны? Да, я извиняюсь, что... Абсолютно верно. Бумажная работа, она немножечко осталась позади, но мы как бы совместно, совместная документация будет передана всем заинтересованным лицам после того, как у нас будет подписанная форма. Часть обязательств по оформлению, чисто бумажного, лежит на нас, часть на коллегах, и все ее должны подписать. Но эта работа предусматривается, что она будет выполнена. Я предлагаю это перефразировать. Первый пункт, значит, службы эксплуатации, вместо старого группы, ПТО, службы заказчика, провести работы по ревизии и представить результаты до 15 июня 6-го. Такая работа-то уже проведена, значит, оформить результаты ревизии. Именно оформить. Я хотел сказать, что результаты ревизии уже оформлены в виде протокола посмотра, да? Но надо просто, чтобы за эту неделю, до следующего совещания, значит, все лица указанных в протоколе осмотра, значит, получили эти бумажные экземпляры, расписались там или внесли свои замечания, если они с чем-то не согласны. Через неделю мы будем готовы представить все эти документы. То есть мы предлагаем не затягивать до 15-го, а к следующему совещанию представить. Тогда давайте сделаем так, значит, коллеги, значит, я предлагаю туда внести замену по ответственному, потому что служба эксплуатации – это не структура, которая готовит объект к сдаче. Значит, соответственно, к 15-му мы со стороны службы эксплуатации готовы подписать все документы, которые нужны, но ответственным за эту работу, считаю, надо взять либо службу заказчика, либо Антона Дюшина, как менеджера проекта. Я согласен, может, по-моему, я ответил. А может, вот, у меня здесь, как предыдущего, значит, поскольку замечания по системам именно составлены службой эксплуатации, и перед совещанием я вам объяснила, почему, значит, здесь инициатор вот этих ревизий именно службы эксплуатации, поэтому я предлагаю сейчас подготовленные документы передать службу эксплуатации, чтобы они как раз, именно их главное решающее слово, и мы на прошлом совещании об этом говорили, Константин, вы с этим согласились? Значит, в каком состоянии системы именно ваши претензии рассматривали? Мир Валерий, вы меня не слышите? Я прошу прощения, что я женщину перебиваю, но давайте договоримся об одном. Сдает объект служба заказчика. За весь процесс отвечает менеджер проекта. Есть главный в этом процессе, мы по его просьбе выходим и работаем с тем, что с железками, которые есть. Мы участники процесса, но мы не сдаем объект. Сразу возникает... Погасите лишний микрофон, у кого горит. Сразу возникает вопрос. Поскольку в предыдущем время, а это на самом деле так, мы не рассказали, да? Документация завалась, может быть эксплуатация. Ну, а когда мы об этом ниже поговорим, тогда давайте делать по закону порядку, установленную в виде. Окей, тогда ответственность, я считаю, должен быть за процесс менеджера проекта. Делай это, собирай. Конечно, только, чтобы нам документация не боится лишний раз. Будьте добры, передайте ее, все. Как только мы найдем, кто принимал, как только будут представлены акты с подписями, о чем Арма обещала, так сказать, документы эти сделай, так сразу передадим. Вот мы за следующим, как раз, пробу как сказать, мы немножко торгались, но мы сейчас проговорим. У нас, что касается основной документации, тоже тема для этого есть. Поэтому, в силу того, о чем я сказал, я не раздражаю, чтобы этим был древушник проговорил. И все, что касается Арма, конечно, Ермана, обязательно. Вот такого записываем. Все, что касается порядка оформления сдачи, представления систем, испытания систем, пожалуйста, официальный перебизг, в адрес для подрядчика. Такое решение устраивает эксплуатацию? Вполне. Замечательно. Давайте второй вопрос перейдем. Я предлагаю второй вопрос в конце, потому что он касается общественных работ. Пожалуйста. Вот следующий пункт, как раз вопрос у нас стоит, Арма Группу готовила сопроводительные документы, сопроводительные передачи исполнительной документации в адрес, так скажем... Кого-то. Кого-то. Да. Вот мы хотим узнать, в адрес кого. Понятное дело, что подвергнутся анализу, но сейчас вы, в принципе, можете сказать, в какую службу передаваясь... Если позволите. Значит, вот переданная папка, которую я сейчас передам, кому скажете, да? В этой папке содержатся ксерокопии писем по передаче исполнительной документации с подписями о вручении, с расшифровкой подписи и с датами. Значит, вот здесь впереди есть несколько страниц с мельчайшим шрифтом, это перечень этих писем. Это письма на передачу исполнительной документации исключительно по бункеру за период с 2008 по 2012 год включительно. Я просто полистаю для примера, кому адресованы были письма. 2008 год. Дубянский. Начальник техотдела. 2008 год. Меньшин проекта «Заумероксити» Господин Пека. Главный энергетик ЗАУ Федерации Меньшин Господин Федоренко. Руководитель подразделения «Заумероксити» Господин Ерманов. Начальник техотдела Тубянский. Главный инженер ЗАУ ФМ Бабум. Начальник техотдела Тубянский. 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 Абсолютно правильная реакция между прочим. Ерманов. Золотаревский. Это последний. От Афонюшкин. Объясню, почему Армагрупп с точки зрения постороннего ингредиента странные какие-то адреса писала письма. В строгом и точном соответствии с текущими требованиями заказчика «Заумероксити». В разное время принимались с разными лицами руководителями «Заумероксити» разные решения о том, кому именно должна передаваться исполнительная документация. Можно, да, вопрос в этом плане? Мы с удовольствием возьмем ее. Спасибо большое. Кому? Конечно, значит, Армагрупп с первым. А кто по договору ваших компонентов? Заумероксити. Почему тогда у нас такой разброс в Америке? Потому что «Заумероксити» руководил проектом, и, соответственно, на разных этапах были различные руководители, и у каждого руководителя было свое, видимо, видение тому, куда должна передаваться самая исполнительная документация. А я надеюсь, вот это вот разное видение вопроса, они каким-то образом имеют вражение в этой парке? В этой парке нет протоколов совещания. Нет протоколов совещания, которые у вас остались у у вас, там можно это найти. Мы, понимаете, да, то есть кому передавать, нам же все равно было на самом деле. Но мне это в данном случае несколько странно, потому что я не просто так спросил про контрактного договора. Существуют еще вопросы подписания документации? Совершенно верно, но это не наше требование. Изначально был техотдел, потом он распался, потом он перестал существовать, потом еще что-то такое. Поэтому какое-то время БФМ сказал, что договорились как-то между собой руководители, сказали, нет, все, теперь пробежуточное звено уберем, будем передавать все эксплуатации. Хорошо, поэтому появилось там, все передавалось в сторону БФМ, был какой-то период достаточно продолжительный период времени, когда передавалось. Мы с удовольствием проанализируем эту папку, а у нас есть еще один завершающий вопрос. По такому вопросу стоит следующий. А есть ли в этой папке акты испытания системы? Данная папка, еще раз, если прочитать вопрос, да, там это сопроводительные письма о передаче документов. В каждом сопроводительном письме идет расшифровка, что являлось приложением. Чертежи, акты, акты, конечно, нет, это только письма. Нет, 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 нет. Вопрос в другом. Понятно, что мы сейчас за 5 минут не проанализировали здесь, что здесь переписано, да? Имейте в виду, что в составе передаваемых документов на основании этого. Да, да, в составе передаваемых документов, акты, все, все требования, которые предъявлялись к исполнительной документации, они были выполнены. Хорошо. И в том числе по актам испытания системы. Если позволите, значит, безусловно, там, если возьмете любое письмо, да, там, как бы, есть, в том числе, указано 5 экземпляров оригинальных актов приемки и сдачи в эксплуатацию постоянной по форме ГАЗа 15-99. И вот образец, как у акта, да, с обратной стороны, значит, в подписи 4-х либо 5-ти юридических лиц. А можно? Я просто так. Конечно, да. Я сейчас отдам. Иван Николаевич, касательно этой папки, я предлагаю сделать копию этой папки и в службу эксплуатации, и в технический отдел заказчика, в цели проверить, что из этой документации возвращалось обратно с замечаниями. Да нет, это понятно, я просто не хочу сейчас, грубо говоря, делать какие-то, как сказать, выводы умозаключения, пока я не посмотрю, я почему попросил взять один документ для образца, просто я считаю состав представителей комиссии приемки в эксплуатацию, в частности, насосной станции. У меня на многие вопросы появляются ответы, просто я так понимаю, что количество актов, это как минимум соответствует количеству подписантов. Абсолютно точно, 5 экземпляров. Я не делал ошибки? Не-не, ну так и есть, да. Просто по-другому не бывает. Бывает. Но здесь 5 юридических лиц, и как-то... Именно поэтому я взял его посмотреть, я пососновал, увидел список подписывающих организаций лиц, у меня на многие вопросы появились, ответы. Спасибо. Значит, давай сказать, что протокол следующий, а не на родственнице, не задержайте, конечно. А он для звучать следующий. Спасибо, да. Значит, предлагаю за неделю проанализировать представленную документацию и просил тогда наших коллег, через неделю еще, может, в таком составе и не стоит встречаться, хотя, наверное, мы можем решить как-то, да, в рабочем порядке, проанализировать состав документов и состав переписки, которые есть. Нет возражений? Может, да, да. Значит, протокол запишем следующее, что на копии вот этих вот сопроводительных документов будут переданы в службу заказчика и в службу эксплуатации для того, чтобы каждая служба отметила там ту документацию, которая у них есть в наличии. У меня, если позволите, все-таки вот такое предчувствие, что полного конфликта, да, вот, по крайней мере... Давайте, вот, не надо вот чувствовать, вот именно поэтому я... Продлагаю взять неделю для того, чтобы мы проанализировали документацию, ведь надо понять, что там, надо понять, как он составит, да. Может, там просто в самом себе составу, по количеству возникнет вопрос, такой же реально? Тогда позволите, по вопросу, да. Я бы хотела услышать, в каком у вас составе, вот, вот, перечисленная здесь документация есть. Ну, в каком у вас... В каком у вас... Вы себе ничего не ставите, а даже акты, вот, в 5-й, вот, и здесь... Ну, вы представляете, вот, это только сопроводительные письма и только по бункеру, да? Конечно, представляю, что... Вы представляете, какой-то объем документации, просто хранение... Ну, вы ответили на вопрос, вы не анализы, а именно подтверждение любого... У нас, конечно, есть оригиналы, таких актов, оригиналы, со всеми подписями, со всеми печатями, по каждой же нейросистеме, которую мы сдали в эксплуатацию. Безусловно, оригиналы у нас есть. Конечно. Нет, это что-то... По самой документации, понимаешь, паспорта, это все, чертежи. Конечно, этого нет. Я маленькое дополнение сделал, не вовремя. Значит, я разговаривал с Сергеем Рудем, мы с ним договорились о том, что в армии находятся в электронном виде практически все чертежи исполнилок, и все, что у них есть, и все, что мы у себя не найдем, в электронном виде они готовы будут передать. Я начал исполнить документацию, предлагаю немножко поговорить. Надо какую-то документацию считать исполнительную, рабочую проектирование или фактической исполнительной схемой, паспорта и сертификат. Это несколько раз... Ну, фактически, паспорта, не знаю, а вот фактически исполнилок, наверное, да. Чертежи живут. Значит, еще раз говорю, существует исполнительная рабочая документация, это крайне большая ошибка, недопустимая. Существует исполнительная документация фактическая, монтажная, исполнительная схема, стрессировка, совсем здания. Знаете, не будем делать ошибку, между этими документами очень большая разница. Поэтому я еще раз вот так и говорю, давайте посчитаем, давайте посмотрим. Дайте мне лисики, которые я просил на инварию, со штампом исполнительной документации. Ну, вот это то, что в службе заказчика, допустим, такие вот папки, это понятно, что на рабочих чертежах стоит штамп армагруппы, то, о чем я говорю. А я говорю несколько о другом. Пока я не буду выдвигать вперед, давайте посмотрим, что у нас есть на сегодня. Вот так, просто чтобы армагруппы тоже было в пронятии, да, о чем я говорю? Или у вас вопросов нет? Ну, все, понял. Хорошо. Давайте еще вопрос снимаем. Следующий. Подготовить отчет по остаточному считает на мой взгляд, работа, стоимость и график выполнения представитель Валтаревскому. Денушекин, 29 мая. Ну, меня от 21 мая всем разослал. Такой кавлицов. Это, кстати, вопрос и от кого мы не доступим. Она в подписанном виде существует? С армагруппой. Наша редакция понятна. Наша редакция понятна. Это отчество, здесь не без армагруппы. А идет разговор об армагруппе, на счет готовности. Я думаю, что вы считаете, что здесь получили. Это не, да. Вопрос просто обсуждал, что у вас на священии, поэтому и было бы ваше задание увидите. Не строительная, строительная часть, понятно. То есть я хочу понять, в каком состоянии все это находится. Просто поставить точку за счет. Фактического состояния на первой, на второй, на пятой. Это нужно в любом случае, чтобы мы понимали, на каком этапе и на каком свете мы находимся. То есть если существует полная документация, значит, если полная документация комиссиона это была так, проверялась, значит, нет смысла, готовность должна быть. Значит, от армагруппы по строительной готовности. Я сейчас про все системы строительной готовности, в том числе. Ну, меня интересует вопрос. Просто опоздали, если нас совещали. Первый вопрос, может быть, вы не видели, позволите сказать, тот документ, который готовил службу эксплуатации, так, по объему выводных работ по системе. Я не знаю, вас заготовили. Вы прочитали вот этот документ, вот этот табличек. У вас будет полная информация о том, что сдано, то есть у вас будет сегодняшний день по точке отсчета. Вот эта информация. Передайте, пожалуйста. Вот это. Вот это. Не, судя по количеству подписей и подписантов, тут еще, не, серьезно, трудно, сейчас сказать, надо задуматься. Вот этот документ, в принципе, это сейчас состояние дел по инженерным системам гункера, вот как раз тот вопрос, который вы задаете. Что принято, что не принято, какие с ней доделки. В принципе, в соответствии с этим должна быть документация, ну и так далее. В соответствии с этим, от этого надо присаживаться. Вот это и значение точки. Только мне сначала надо понять, что здесь делала АРМА. Инженерная система отвечала АРМА. И что там есть часть систем, которые пришли в негодность, в процессе... Это отдельный разговор, Ольга Петровна, минутку, минутку. Все системы, я понял. Все инженерные системы выполняла компания за ОРМА. Это все инженерные системы. Ну, если все выполняли, тогда существует документация, тогда почему... Причем с подписью всех. А нет, существует невыполненная работа. Тогда давайте вернемся к началу разговора на прошлом неделе. То, что АРМА. Вопрос к вам. Задача ставилась на прошлом совещании следующей. Провести обследование систем и выяснить состояние этих систем на сегодняшний день. Потому что обследование проводилось не однократно, но в прошлом. Результатом этой работы совместно... Большое спасибо эксплуатирующей организации. Совместная работа была проведена. Каждая система обследована. Результатом ее, я не знаю, является... Будет являться протокол осмотра, где будут указаны по каждой системе все недостатки, которые выявлены на сегодняшний день. И, соответственно, мы представим вам план устранения этих самых недостатков. Как только эту документацию, подготовленные протоколы, обещают подписать до следующего совещания, а мы, естественно... Ну, насчет протоколов у меня есть просто маленькое обращение к службе эксплуатации, да? То есть, как минимум, присутствие подрядчика обязанного присутствовать. Должно быть. А проводилось почему-то постороннее, я смотрю. Почему непонятно. Форма протокола составлялась производной. Позвольте. Да нет, меня интересует не производная форма. Владимир Николаевич, то, что вы держите, это было записано... Примерно вот такая форма протокола была составлена по, так сказать, как бы... Если нужно как бы представить службу заказчика, то давайте как бы... Ну, я не знаю, как. Я делал вот так. Подождите, давайте без этого вот... Существует еще раз... В законе постановленное сбором общения. Не надо изобретать ничего, не надо ничего придумывать. Знаете, как есть народная мудрость, право, добрые намерения и к чему они ведут. Так, на всякий случай. Я просто на будущее говорю. Тем более, если у нас тут идет разговор, кто кому-то еще должен передавать, то это как минимум не правильно. Как минимум, по счету. Я просто хотел бы задать вопрос армии. Мне кажется, абсолютно закономерный вопрос. Если есть исполнительные документации, если есть все, как вы утверждаете, а я именно это сегодня услышал, все исполнительные документы, своевременно... Я сейчас отвлекаюсь от вопроса, кому, но тем не менее, в той или иной стороне нашей препарации передавались. То как может быть тогда вот такой вот список вопросов, которые необходимо устранить? Не все инженерные системы сдавались в эксплуатацию. Они и сейчас не могут быть сданы в эксплуатацию. Почему? Ну, потому что там нет постоянного удостоверения. Я сейчас, я, конечно, понимаю, что отсюда что-то уйдет, в связи с тем, что это зависит не от вас, а меня интересует... Ну, позвольте, у вас немножко неправильно... Не все системы сданы в эксплуатацию. Не все, есть, есть. Не все системы, мы это подтверждаем. По часть, по абсолютно объективным причинам, и эти объективные причины устранялись заказчикам в течение некого промежутка времени, о чем свидетельствует, например, ситуация по электрическим системам. Если вы посмотрите ситуацию два года назад, то там было сданно 30%, а сегодня, я думаю, что сданно 98%. Соответственно, по каждой отдельной системе тоже ситуация эволюционировала. Но частично эти системы реально не сданы. Я не сомневаюсь, я думаю, что мы этим делом закончили, попросили вас сделать график по сравнению всех вопросов, которые не закончили, естественно. Но я просто не хочу забегать вперед, выговорить там, нет чего-то. Я учитываю водоснабжение и канализация, и бездневный пуск наволочной работы. Чего? Я считаю, что здесь написано. И вы же составляли акт, наверное, совместно, наверное, знаете, о чем идет. Какой системы просто? В водоснабжении и канализации, еще раз говорю, дренажная отсосная станция, система улучшения качества письевой воды. Не эксплуатировалась. Нет, бездневный пуск наволочной работы. Потому что нет постоянного водора, ее не может, 6 лет стоит сухая. На 6 лет стоит, смонтированная стоит. И никто пускай младшую работу провести не может, ни мы, ни вы, и никто в этом, пока не появится вода. Я услышал ответ. Да, отлично. А можно я просто закончу вопрос, как кажется? Не соответствует исполнительную металлу. Это самый меньший из вас. Нет, я просто, вы так приятно как-то стали мне рассказывать, а я как-то вот даже спросить еще не успею. Здесь нужно там сказать. Совмечание давалось никому, какая исполнительная металла. Нет, я читаю. Вот давайте еще раз вернемся к тому, о чем я сказал. Есть монтажная, так давайте будет монтажная. Я читаю просто простой пункт. Несоответствие исполнительной документации. Кто его поставил? Может быть коллеги прокомментируют, кто его поставил? Исполнительная документация, пункт стоит следующий. Смотри, изначально сделана по... Вот Александр Владимирович, мы сидели в предыдущий раз, вы объяснили. Сделана система по одному вопросу, исполнительная документация предоставлена другая. Вот и все. Нужно скорректировать, что исполнительная документация в соответствии с тем, что она сделана. То есть принести исполнительную документацию. Я просто опять для всех повторяю разницу между вот этой папкой и фактическим положением дела. Я не сомневаюсь. Просто чтобы у всех было все понятно до конца. Конечно, может быть, не всегда. Никто не спорит с этим. А никто не выдавал рабочую документацию за исполнителя. Коллеги, давайте тогда договоримся в эту таблицу, просто внести дополнительную графику в эту таблицу, что там было понятно, есть исполнительная документация, либо ее нет, и совпадает ли она с физикой, либо не совпадает. Не, ну это давайте так, опять же, как индустратный формуляр. Иначе она просто не исполнит. Иначе она просто не исполнит. Вот я как раз хотел сказать. Обозвать-то ее можно, но только по факту, чтобы это было понятно. А вот тогда сразу возникает вопрос, там, обзывать ее можно как угодно. Конечно. Я согласен. Только вы тогда напишите в актах, когда подписываете документ, что чего-то нет. Кто вот эту таблицу делал? Все вместе. Кто, графу сюда, внесите, пожалуйста, чтобы до следующего совещания, или до 15-го, было четко понятно, что мы имеем в документах, а чего нет. А я, между прочим, с этого начал. Все вместе имеете в виду срок, вот это, да, Андрей Васильевич? Да, с Антономом. Давайте, если у вас нет, вы считаете, что ее нет, не было вообще. А я еще раз напоминаю, должны быть те люди, которые присутствовали в момент передачи составления акт. Такого прилагаешь найти в прошлых. Мы только в архиве сейчас можем посмотреть, есть это или нет, что есть. У нас мир высоких зданий присутствует? Присутствует. У нас плавация присутствует? Присутствует. Арма присутствует? Присутствует. Это как минимум. Поэтому здесь мне не нужен только один пункт. Давайте тогда мы на этот смысл. Мне лишь приятно общаться с Армой, да, мне кажется, и нам, и им есть чем заняться, по нашим совместным встречам и разговорам. Мне здесь нужен еще один пункт, который называется «Срок предоставления и соответствует срок сдачи». И предоставления документации и сдачи эксплуатации. Нет, это строк мы утром не замечали. Если исполнить документацию, то, что я сейчас услышал, не соответствует рабочей документации, то в моем понятии исполнить документации и нет. Абсолютно верно. Но это не служба эксплуатации. Я говорю, почему не служба эксплуатации? Я сейчас говорю про четырех участников процесса. Если кто-то что-то не сдал, на вопрос «кто-то» я в принципе ответ знаю. Да, это самое. По этому вопросу мы уже собирались перечень, что должно войти в эту исполнительную документацию конкретно. Нина Валентин, решите, пожалуйста. Значит, мы сегодня заслали всем службам присутствующим здесь и в Армагрупп перечень. Причем они пленялись делать на каждую систему отдельно, хотя документы у этого уже порядка, но прямо вот, допустим. Если это, например, на пожарное, пожаротушение, то тогда здесь акты индивидуального воспитания. Ну, я не буду зачитывать, они все вот эти акты... Расслабьтесь еще. Речь о чем идет? Вот вспомнили сейчас станцию улучшения качества воды, да? Есть чертежи том, исполнительная документация, водоснабжение. Три листка там относятся к станции улучшения качества воды. Эта станция, на нее должен быть отдельный том, где должна быть технология, автоматика, полный... Конечно, конечно же. Почему мы не признаем ее исполнительную? Конечно же. Позвольте мне сказать, пожалуйста. Значит, вот о чем как раз и речь. Все-таки, чтобы здесь не было теми плетений, значит, поскольку основная часть из той, которая имеется, я говорю, не основная часть из того, что предавалось, а из того, что имеется у нас с вами здесь вместе взятых, это основная часть, она находится в службе эксплуатации. Поэтому, и мы давно об этом говорим, ребята, вы напишите каждой по своей системе четко, что у вас есть, а чего нет. Потому что, если мы сейчас начнем говорить, я эксплуатация, и я за это не должен отвечать, я должен заказчик, так я еще раз повторяю, те люди, которые принимали эту исполнительную, она не сильно... Сейчас встречаю, закончу, перезвоню. Остатки, наверное, таких людей остались только в вашей службе. Все остальные не принимали участия, и не принимали эту документацию, и не имеют ее. Вот мы... Извините, извините, пожалуйста, я сейчас вам какую-то... Я так, ну, я просто буду скажу. Мы провели специальную ревизию исполнительной документации в службе заказчика, очень надеясь на то, что все-таки организационный заказчик предавал. А там вот жалкие, за жалкий перечень, да, в котором только вот эти вот тома, то есть это, так скажем, исполнительные чертежи, так называемые, ни паспорта, ни сертификата, ни документов там просто нет. Поэтому рассчитывать на то, что сейчас вот, откуда-то что-то всплывет, оно только у вас, что есть. Оцените это. Данина Валерьевна, господи, давайте уже на эту тему прекратим разговаривать. Сегодня, сегодня есть служба заказчика. Все, что у нас... Можно я договорю? Все, что у нас есть, мы совместно со службой заказчика посмотрим, проверим, передадим, все сделаем. Но давайте ответственным за этот процесс документации будет служба заказчика. Все, что в архиве есть, мы поднимем. Значит, ну, это какие-то, мне кажется, что-то выросланы. Давайте закончим все арабитеты, разговаривая спокойно. Я отвечаю на вопрос, где, что в режиме, я смогу сказать, после того, как проанализирую вот это вот так. От того, что я сейчас 10 раз повторю, что это режим там, а этого там нет, ничего не изменится. Поэтому я еще раз повторю, все, что в руку по назначению было отправлено, давайте посмотрим, это первая составляющая, вторая составляющая, я ни в коем случае не подразумеваю, что так арма сделала, но чисто гипотетически такое возможно. Направляем в арму. Я ни в коем случае не подразумеваю, что так сделала арма. Рабочая документация, штамм исполнительная, включая в перечень и передает. А поскольку это 2000 хренов знает какой год, типа того, да, сегодня можно много разговаривать, о чем он нам передавал, сто или и другое. Поэтому у нас на сегодняшний час, вот почему я не хотел, не хотел перебить людей в сухову. Я сейчас опять же, ущем пути и хочу вопрос рассмотрения, кто виноват, кто ответственный. Давайте конструктивное русло, есть документы у нас, есть у вас, давайте смотреть соответствие исполнительной документации, которая была якобы первая, по точечному положению дела. Это конструктивное, мне кажется? Абсолютно. И совместно устранять все эти недостатки? Несовместно устранять. Мы, в смысле слова, должны наметить, мы должны их озвучить. Наши славные коллеги должны или нас поправить, или предоставить. Конечно. По-другому быть, не можем. Сейчас будет с эксплуатацией, можно сказать? Небольшой нюанс. Вот в перечне... Инженеры твои говорят, мы слушаем. Мы всегда добивались, и почему отклоняли. Никогда мы проектом, нет технологий. Нам важны технологии. Так что работаешь, с чем взаимосвязаны. Вы знаете, я, конечно... Учебники, учите подчасти. А вот тут я, к сожалению, с ответом не согласен, господи, я тоже, спасибо. Давайте, ну что же, если мы сейчас хотим перевести в русло ее к ЛМН, это не вопрос. Орать все умеют, и ругаться тоже. У нас идут всех профессиональных, согласитесь, мне кажется. Я просто разумеваю, что ваши работы были основаны на определенных заданиях. И на определенном количестве проектов, которые вам придавали среди технических заданий. Иван Николаевич, можно я? Конечно. Скажу. Вот, вам не секрет, где этот перечень должен находиться. Это тендерная документация, пояснительная часть проекта. Ну, я это имею в виду. Первый раздел. Если мы его сейчас все вместе приполним, не касаемо чертежей, и откроем хотя бы один из лотов, могу перетащить, если есть... Поэтому спонтанция, знаю, что... Есть перечень всей документации, которая называется исполнительной. И там есть в этом перечень то, о чем он говорит эксплуатация. Технологии, ну, обязательно, горы. Технологические там... Поэтому, давайте, я не хочу, как вам сказать. Вы знали, что такое исполнительная. Перечень исполнительной документации, я с вами абсолютно согласен. Он был... Он был заранее известен, и она и передавалась ровно в соответствии с этим перечень. А мы лучше ответим. Я предложил... Подождите, все, давайте, вот, чтобы найти, поскольку у нас здесь не ГВН, я там, в смысле слова, спросил, ответил. Значит, я просил, все-таки, вот давайте, у нас неделя впереди есть, мне вот эту бумагу, я, извиняюсь, господа, с эксплуатацией. Передаю их торжественно обратно, не потому, что они не нравятся. А потому, что мне нужно, чтобы они сделали в нормальном виде, с нормальными вопросами. Чисто-таки я, так, в двух словах, поясню, что я имею в виду, можно было сделать на один из кем и писать плохо. Да, и тоже говорить, что вот так. Здесь, значит, я предлагаю, каждый пункт расшифровать, еще раз повторяю, срок предоставления, составы дня отсутствия, срок предоставления, сколько дальше вы сможете. Если нам, господа, все это отдают, ну, значит, думаем тогда сами. Исключить оттуда потери, которые произошли уже в процессе, после того, как кормокрупп перестала работать. И исключить оттуда чиллер, который не в работе, теплообменник, который разморожен. Вот, там есть много. Значит, давайте просьбу докажем, что, у нас. Есть вопросы внешнего характера, есть вопросы внутреннего характера. давайте мы сейчас на внешней орбите не будем выкидывать вопросы, которые у нас внутренний характер. Мы, конечно, встретились в любом случае эксплуатации, когда доделаем работу, разберемся, наверняка, какие-то пункты оставят за нами торжественно. Дальше посмотрим. которые говорят, мне нужно понять, в каком состоянии сейчас находится эта система. о чем я сказал. Недели хватит нам с вами? Давайте мы неделю возьмем, я не думаю, что у нас кто-то там такой поверист еще есть. Я еще раз повторяю, меня интересует совместное, совместное, поймите правильно, чтобы не было одностороннего взгляда, совместное подписание по поводу фактически выполненных систем, фактически документации. Недели, да нет, у заднего у нас я дальше верю в чудеса. Все эти краски, все эти, да все. Конечно, разобраться с технологией, разобраться с тем, что сказали по техническому заданию претендовую условию представления по договорам, оформленной документами. То есть, я думаю, что тут вообще явно на вашем месте и на свое, естественно, я бы задумался вообще не насчет недели, я бы взял в некотором смысле до будущего, до 2-3 срок. Недели 2-3, как минимум. Ну, 3-3, конечно, мы 2-3 срок. Поскольку это работа, вот Армогу в 10 нас учили, они бы ввели это уже давно без нашего участия, но мы уже успели во многие вопросы вникнуть и, наверное, нам не придется повторно проходить и заставлять Армогу то, что вы вчера спорта сидели без нас. Да что ж ты будешь делать? Ну, достали просто, не инвалид. Слабойтесь, пожалуйста. Да вы пятый раз, значит, у меня есть вопрос определенный пример достали или не достали, я возвращаюсь к другому разговору. Давайте тогда вернемся и этот вопрос закроем раз и навсегда. Нина Валерьевна, вот сидит главный инженер Чернуха, который был по старому по прошлому протоколу ответственный, вот он мне официально заявляет, у Нины Валерьевны ко мне претензий нет. Я его спрашиваю, люди ПТО принимали учеб... Александр Ильич, у меня действительно нет петензий к Чернухе, и я вас прошу, во-первых, как руководитель службы в сплакации, а во-вторых, как мужчину, держите себя в руках, пожалуйста. Подойди секундочку, где... Вы на меня набросились перед совещанием, чуть... доведя до, так сказать, не самое совещание, из того, Нина Валерьевна, а знаете, а мне письма от Золотаревского, который меня улучшит в жизни, после того, как вы... А вот как Золотаревский, это вы сами переговорите, я прошу подглушить совещание в конструктивном виде, я не оскорбляюсь, тоже, мусорно, я говорю, что мы присоединились к этой совещании... Я задал только один вопрос, у вас претензии есть? И я пятый, или восьмой раз вам повторяю, у меня к вашей службе претензии нет, у меня только... Лично мы можем за чаем переговорить. Давайте мы не будем путать божий дар, снижать. Тут уже, извините, у нас существует некая, другая плоскость отношений. У меня, например, много кому нет препятствий. Прекрасно. Но много кому есть препятствий. Ну, когда мне... Я хочу закончить. Директор пишет... Я хочу закончить. При этом не идет разговор, кому и на каком поводу идет разговор по официальному порядку оформления документов. В чем тут официально? А, потому что в определенной определенный порядок оформления документов и участие в работе комиссии это не обсуждается. Потому что не обсуждается. Да нет. Почему-то не обсуждается. Потому что была договоренность, пригласили людей ПТО. Почему я должен выслушивать, что все это в четыре раза подряд повторенную фразу, что все это было без нас. Все это было без нас. Восьмой раз все это было без нас. Я спрашиваю, претензии есть? Вы получите официальный направляющий, получите официальный отказ от строц Wirtschaft π mayorFire Н市ах. Дали закончить надпись. Позвали? Не пришли? Андрей, ПТО приглашали на эту встречу? Андрей, ПТО приглашали на эту встречу? Когда с господином Наисеевым, встречались были все. Вот ради Бога? Были все три приглашения? Понял. А вы что, этого не знали с нами? Спасибо, господа. Есть вопросы? Значит, предлагаю встретиться не на следующей неделе, а через две недели. Если нужно сделать график ответственных исполнять, не говори. Слушайте, я бы не отребили, я не закончила. Может быть, действительно, нам сейчас, после совещания, остаться, допустим, в службе эксплуатации армии и ПТО, для того, чтобы определиться, чтобы не было вот этого вот Андрея. Было, не было, Андрей тоже в заложник. Значит, а просто договориться конкретно. Вот завтра собираемся, у вас только это все. Потому что именно это я и хотела, но... Не получится. Не получится. Работа проведена на то, что вы хотели сделать. Просто, я так понимаю, что вас не пригласили. Тогда, извините, пожалуйста, я хотела бы узнать, в каком виде вы предполагаете эту работу, вот которую неделю-две сейчас откладывают. Я не знаю, я понимаю. Нет, вы, вы, вы как это видите, потому что, мне кажется, это два дня. У нас задача, у нас задача непростая. Потому что, как обли, но и не... Не надо, не надо. Первый пункт, я его, по-моему, четко продиктовал, но Николаевич, может быть, не услышал, чуть-чуть пришел. Провести ревизию, мы совместно, с вашими ПТО, с эксплуатацией, с соседями договорились, поставили в эти комиссии сроки, провести ревизию до 15-го, 0-6-го, всем системам, представить отчет, в том числе и по документации. Это времени недостаточно, и это вполне полное, а просто закрывает то, о чем мы сейчас полчаса здесь. А все понятно, вы совместно со всеми... Только я просил бы, чтобы транспирция была абсолютно правильная, пройти и проверить состояние системы. Меня интересует еще не просто состояние системы, то, о чем будет эксплуатация сейчас, а состояние системы в соответствии с той технологией, которая получалась и которая была бы выполнена. Потому что я всем напоминаю, что все системы, в некотором смысле, стволятся в какой-то определенный пункте, который называется определенный диспетчерский пункт, сигналом с сочетаемостью. При этом есть условие, у нас есть насосная станция, которая ставит штамп, я про документацию, исполнительную документацию, а по факту там не то и не так, то эта ревизия на сегодняшний день, она носит, конечно, важный характер, но не окончательный. Поэтому я просил бы сверить все вопросы. Плюс, конечно, там, о чем я сейчас сказал, Дюмуш. А поскольку я, я извиняюсь, дай мне, пожалуйста, не надо, вам покажу, я сейчас передаю. Нет, нет, не ваше, а вот вам. Антон, это все системы. Если сделаете за неделю, я вот двумя руками, да. Ну не сделаете, вот что вы 12-е, 0-6-е. Я еще раз говорю, что не сделаете. Если вы сказали, то они все надеются на технический отдел, в котором сидит всего один архивариум по завалинам, а вот это все сейчас на нее одного человека. Но это лучше не мне, это лучше Антону. Да они, по-моему, не понимают, о чем идет речь. Значит, две недели, все, давайте, закончим. Спасибо. Спасибо.